Я Андрей Мэр, рад вас приветствовать на канале Просто о мультиварке. Сегодня мы будем готовить Азу из индейки. Блюдо интересное и у него очень много плюсов. Это и простой рецепт, простые ингредиенты, режим тушения, красивая, вкусная, сверхнизкая калорийность. В принципе, если покопаться, можно еще больше найти плюсов. В общем-то, одно удовольствие. Все плейлисты по данному рецепту смотрите в комментариях. А впереди нас ждут продукты, приготовления и в конце видео калорийность, белки, жиры и углеводы. И не забывайте, если ваша мультиварка несколько мощнее моей, нужно уменьшить время. Продукты. Для приготовления нам потребуется 500 грамм индейки, 1 килограмм картофеля, 200 грамм лука, 200 грамм огурчиков, консервированных, маринованных, соленых огурчиков. Одна баночка томатной пасты 70 грамм, перчик, соль, 300 миллилитров воды и 30 миллилитров растительного масла. Переходим к рубки шинковки. Итак, мы мелко пошинковали индейку, картофель также, ну, в принципе, средними кубиками. Пошинковали лучок и огурчики я сделал колечками. Ну, в принципе, хотите соломкой, это исключительно ваш выбор. У нас все готово, мы переходим, собственно, к готовке. Итак, начало у нас достаточно классическое, это отправка в чашу растительного масла и индейки. Все это на режиме жарка, где-то примерно минут на 10-12. Причем, не забывайте каждые 3-4 минутки перемешивать. Через 10 минут добавим к нашему мясу огурчики, лучок и томатную пасту. И томатную пасту. Все это тщательно перемешаем и еще на 10 минут. По прошествии еще 10 минут мы перейдем к финальной фазе нашей готовки. А именно, выключим мультиварку. Ну, она пока еще, грубо говоря, шкварчит. Отправляем туда картофель. Перчик. Перчик и соль по вкусу. Но, в принципе, я думаю, особенно с перчиком можно не... И теперь отправляем водичку. Водичку желательно горячую, чтобы не повредить чашу. Еще раз перемешиваем. Хотя, на самом деле, дальше у нас будет режим тушения, оно все само прекрасно без нас перемешается. Ну, для того, чтобы вкус более так равномерно распределился по чаше, все-таки перемешаем. Итак, тушение 1 час. Поехали! По прошествии часа все будет готово. В принципе, режим тушения достаточно такая хорошая штука, но очень часто еще до 10 минут настояться. Это получится, значит, еще вкуснее. И час, и 10 минут прошли. И теперь пришло время отправлять получившееся азу из индейки нам на тарелку. Могу сказать, пробу я уже снял. Очень вкусненько получилось. В принципе, от классического азу его отделяет только цвет, а именно мясо индейка, она белая. Конечно, подавать на стол желательно с зеленью немножечко. Этим это мы украсим. Вот такая у нас получилась вкуснятина. Вот, собственно, и все. При этом простые ингредиенты. Очень красиво, очень вкусно. При этом еще сверхнизкая калорийность. И что нам остается добавить? Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok